а пишем хорошо добрый день меня зовут елена теленова и это моя авторская передача эксперты для бизнеса сегодня у меня в гостях замечательная женщина тамара танатарова у нас сегодня очень необычная встреча мы заочно друг с другом не знакомы поэтому тамара я предлагаю тебе рассказать о себе да большое спасибо елена что пригласила на эфир я очень рада такое неожиданное было приглашение которое с радостью приняла потому что человек который порекомендовал это человек которого я нежно люблю и уважаю и поэтому нахожусь здесь я собственно если в двух словах говорить наверное да наверно не в двух словах если кратко рассказать о себе прежде всего я предприниматель я запускала несколько бизнес бизнесов принимала участие активное известных стартапах плюс я маркетолог у меня практика более 20 лет я работала директором по маркетингу в известных российских международных компаниях и последние три года я все-таки реализовала свою детскую мечту я закончила обучение не просто как искусствовед а как специалист современных художественных практик и последние несколько лет специализируюсь на том что я обучаю в школе арт-школе художников маркетингу и плюс развиваю свою собственную галерею которая специализируется на стрит-арте ну то есть даже в творчестве я не могу без предпринимательства очень здорово то есть вы учите что художник не должен быть голодным но на самом деле это какая-то расхожая не очень правильная цитата из из романа из романа сейчас не вспомню точно автора но этому это не очень важно по крайней мере на в этом романе описывается история трех друзей художника музыканта и журналиста которые решили что они будут жить посвятят себя чистому искусству и поэтому все деньги они активно прогуливали и вот видимо да кстати опера богема она на основе этого романа это вот про богема я точно знаю что на основе этого романа ну и собственно резюме то этой всей истории было очень простое не художник не должен быть голодным а то что художник должен относиться к своей к своему творчеству как профессии как работе которая его должна кормить а если это работа и кормить то это конечно же про продажи и я считаю что нет ничего зазорного в том чтобы художник продавал свои работы конечно у его творчество это результат интеллектуального труда и он создает интеллектуальный продукт который а коль есть продукт значит есть маркетинг и его нужно продавать все верно тамар подскажите пожалуйста сколько лет вы в бизнесе в бизнесе вот как предприниматель как человек который сам принимает решение с шестого года в шестом году 2006 году я открыла свою первую компанию она специализировалась конечно же я маркетолог она специализировалась на проведении маркетинговых исследований так как я получила я этим правда горжусь я получила фундаментальное маркетинговое образование я училась и в россии училась и за рубежом и моя специализация это стратегический маркетинг поэтому конечно же все что связано с разработкой стратегии с проведением серьезных глобальных исследований маркетинговых и с разработкой брендов это моя любимая тема да ко мне агентство работала с большими клиентами у меня был клиент ну более взрослое поколение наверняка помнит был такой чай со слоном желтая пачка синий слон индийский чай да московская чайная фабрика это наверное это был один из самых интересных глубоких кейсов которые встречался в моей жизни потому что большое спасибо компания которая в тот момент управляла этой фабрикой это одна из структур альфа банка они им реально нужны были специалисты которые смогут с точки зрения маркетинга построить вообще матрицу продуктовую что же им делать и я и моя команда мы рассчитывали идеальную матрицу сколько какие должны быть марки какую нужно ставить маржу на каждую анализировали вплоть до оборудования правда это было безумно интересно потому что даже как я всегда говорю даже исследования могут дать некорректный результат самый корректный результат дают только цифры цифры никогда не обманут да и поэтому конечно же когда говорят про маркетинг я воспринимаю его очень серьезно и на фундаментальном уровне и с душой но это это интересно потому что это же не скучно маркетинг это достаточно творческая профессия творческая потому что ты сам творишь творишь новую реальность создаешь новые маркеты исследуешь рынок ты находишь новые ниши и это увлекательно ну и собственно наверное моя личная черта характера это то что я любопытно в маркетинге быть любопытным абсолютно не стыдно приветствуется да тамара скажите пожалуйста вот по статистике 90 процентов предпринимателей закрывается в течение первого года как вы думаете с точки зрения маркетинга чего им не хватает а вы знаете наверное даже не с точки зрения маркетинга я могу рассказать на своем опыте потому что я дважды открывала вот компании где я была генеральным директором ну в смысле вот прям основателем это маркетинговое агентство бренд таргет оно просуществовало до двенадцатого года при этом один раз я уходила в наем меня пригласили на очень хорошую должность директора по маркетингу в компанию бинатон и для меня это был прям действительно было интересное предложение потому что это была возможность там углубить свои знания применить свои знания на более широком рынке и собственно собственно да я на год уходила работу как бы наемным работником но абсолютно точно я поняла что человек который однажды открыл компанию он уже ну к сожалению просто не способен быть нормальным адекватным членом команды наемным сотрудником он уже психологически не встраивается никак потому что он слишком много знает он оценивает ситуацию не на уровне рядового сотрудника он 360 и смотрит сверху и конечно же это сложно но как раз таки когда я уходила меня брали именно с учетом моих компетенций что я могу посмотреть на весь бизнес процесс не только там на позиции маркетолога а просто полностью компании и ее существование на российском рынке затем затем опять же с позиции смысле из компании уже из компании второй раз был у меня исход в модную индустрию все-таки я девочка я люблю моду и тоже это было очень интересное предложение я ушла и четыре года проработала в большой российской компании которая специализируется на производстве производстве кожгалантереи обуви и сейчас еще очень много различных аксессуаров это было очень интересно но все-таки вернулись к себе я вернулась к себе и при было интересное предложение войти компаньоном в компанию только открывающуюся которая занималась производством женской обуви но согласитесь для человека который шопоголик который обожает обувь это предложение и который любит моду и для которого есть возможность создать новый бренд это было очень интересным предложением и в пятнадцатом году я ушла работать в смысле не работать я в принципе в принципе это мое детище компания лора которая с очень интересным позиционированием с очень качественной обувью с очень интересным дизайном которая развивается существует и процветает вот собственно да все таки не хватает предприниматель которые закрываются извините что не хватает я так радостно рассказывала про предпринимательство о том что это как это круто что все приходите и будьте предприниматель я совершенно согласна о том что если один раз человек пришел в бизнес и если он прошел какие-то вот эти кризисные точки кризисные моменты то обратно в найм в 98 даже 99 процентов случаев его просто нет даже на какое-то время уйдя в найм он всегда вернется в творчество в многозадачность в принятие решений в принятие ответственность ну потому что так бизнес это образ жизни в какой-то момент это становится образ жизни да особенно вот для начинающие предприниматели ну собственно если делить там малый бизнес средний бизнес и уже крупный бизнес малый бизнес все таки это то что вот базис благосостояния любой страны я считаю потому что это маленькие люди которые хотят изменить свою жизнь и этим самым они меняют вообще просто все весь всю атмосферу весь фон деловой активности в стране все таки я идеалист и в этом плане и считаю что не большие компании должны определять что происходит стране а вот маленькие бизнесмены которые самые самые крутые патриоты страны потому что каждый день ты общаешься с людьми и понимаешь что вот твой потребитель это залог твоего благополучия ты должен сделать продукт самый лучший ты должен построить хорошую коммуникацию ты должен холить и лелеить своего потребителя и молиться всем богам чтобы у твоего потребителя все было хорошо а вот вопрос давайте вернемся да к важному вопросу по статистике да 95 компаний 95 процентов компаний до трех лет все таки уходят с рынка выживают только пять процентов почему это происходит и если здесь маркетинговая проблема наверное на первом месте я бы назвала проблему даже не маркетинговая чисто психологическую люди ломаются не на том что они создали разработали плохой бизнес план или неустойчивую сделали бизнес модель своего бизнеса а на том что в какой-то момент начинаются абсолютно типичные проблемы с тем что человек вдруг неожиданно если говорить по простому поймал звезду вот великие чувствуют себя слишком великими и с ними невозможно работать люди начинают уходить либо если это несколько партнеров партнеры не четко проговорили на берегу на берегу условия и даже если они это проговорили и их зафиксировали в процессе у каждого возникает своя интерпретация собственно да малый бизнес почему чем он хорош он жесткий и он про тотальную собственную ответственность и доверие к человеку который рядом с тобой я не зря говорила про то что малый бизнес любит своих покупателей здесь ровно то же самое это в большой компании так как людей много ты можешь снивелировать как-то свои отношения а когда в компании работает 5-15 человек там от 5 до 15 все на виду и ты должен уметь подстроиться я уже говорю просто про человека не про рядового сотрудника а про бизнесмена подстроиться под каждого у тебя нет возможности сказать что ты мне не нравишься уходи потому что у тебя есть задачи и ты должен нужно решить потому что вариантов здесь два либо ты выгоняешь человека и делаешь сам либо ты договариваешься и уже учишься правильно делегировать правильно ставить задачи правильно поощрять и наказывать это тоже большое искусство которому к сожалению да этому можно научиться в бизнес школе но самое лучшее обучение это практика каждодневная я с вами согласна есть такой еще момент я вот провожу много интервью и задаю такой вопрос вот чего вы не хватало предпринимателю на старте да и очень многие вообще я была очень удивлена говорили такое что им не хватало знаний знаний в бизнесе то есть они говорили о том что не нету у нас вот какой-то школы бизнеса который было бы доверия но мало того доверия еще и которая приносила определенную пользу предприниматели то есть это вот вопрос наверное из серии предпринимателям нужно родиться или им можно все-таки стать в процессе совокупность вот на самом деле я сейчас наверное дам комментарии по поводу что не хватает знаний кстати была ангелина да интересно потому что когда мы создавали с моим партнером компанию алора у нас как бы овер квалифайт и в принципе ошибки которые были сделаны вот в первые наверное в первые три года они происходили как горе от ума мы слишком вот очень серьезно со всем багажом знаний классических подошли к разработке но на самом деле да иногда это мешает но уже потом при развитии было смысле жизнь показала что так хороший заложенный фундамент который первоначально казался зачем это вообще нужно это все непонятно что можно развиваться немножко по другому но фундамент был заложенный который сейчас продолжает вывозить бренд вот поэтому со знаниями я человек который как я себе последние последний месяц я нашла очень правильное определение своему состоянию я наверно техно оптимист и считаю что современный мир уникален тем что ты можешь получить любые знания которые тебе нужны для этого не обязательно там идти тратить пять лет в институте в университете получать степень магистра там у меня есть степень магистра mba по маркетингу и не только московского университета еще и лондонского но тем не менее даже человек который всю жизнь учится и продолжает учиться я могу сказать что если вы хотите организовать бизнес и у вас есть это желание да обязательно нужно иметь какую-то основы предпринимательской деятельности понимать но для этого кстати московский малый бизнес москвы и замечательная организация я спикер постоянный в малом бизнесе москвы потому что для меня это ну некий жест отдавания я очень хочу поделиться и поддержать начинающих предпринимателей и всегда делюсь своим опытом и поддерживаю у них великолепные великолепные различные курсы великолепные вебинары что информацию эту можно получить ты можешь опять же заниматься нетворкингом пресловутым присутствовать посещать различные мероприятия где ты можешь встретить единомышленников или более опытных предпринимателей которые с радостью поделятся потому что ну да я техно оптимиста я считаю что люди обычно я не говорю за всех но в своем большинстве активно делятся потому что все понимают что бизнес-процессы они не уникальны да это все это все похоже но когда ты сам начинаешь делать уже появляются нюансы которые из твоей компании делают выдающиеся компании ведь собственно да айфон в принципе в принципе да учебники пишут как организована компания apple но от этого же не стало больше больше айфонов именно айфонов да стали другие телефоны не менее хорошие интересные но второго айфона не появилось потому что он единственный ровно то же самое и с вашей компании которая там если кто-то решит открыть что да выберите успешные практики и адаптируйте под себя но идея должна быть ваша эксклюзивная идея да продукт даже знаете не идея вот здесь я все-таки за продукт что печете ли вы пирожки но что может быть банальнее чем пирожок с мясом к примеру но ваш пирожок должен быть самый вкусный самый красивый да и вот это уже искусство как сделать его вкусным красивым и в то же время чтобы ваша аудитория действительно захотела именно ваш пирожок с мясом потому что да здесь часто бывает еще ведь такой момент когда вот здесь теперь про маркетинг и вот основная проблема в том что не наверное такие компании они прям в первую очередь умирают когда у меня супер идея сейчас я буду покупать а начинаешь да часто я даю консультации консультирую начинающих предпринимателей и спрашиваешь а почему именно этот продукт решил сделать а потому что он мне нравится но супер сделай для себя для своей бабушки для своей тети не вкладывайся в этот бизнес который нравится только тебе изучи вообще вначале хоть чуть-чуть кому-то это еще нужно вот оказывается что да это никому не нужно и никому не интересно да есть такие варианты на сегодняшний момент складывается очень сложная ситуация в экономике я вот хотел спросить с точки зрения маркетинга как вы считаете вот например ушла такая ниша быстрого питания макдональдс как вы думаете российский бизнесмен готов на сегодняшний день заменить эту нишу если у них знания технологии деньги потому что у нашего правительства есть такая глубокое понимание вопроса о том что мы за месяц сейчас откроем пирожки у дяди вани и все будут питаться там как вы смотрите за обувь расскажу не про ну давайте за обувь давайте вот к сожалению в пятнадцатом году когда открывался открывалась компания у а лора мы искренне мечтали и верили в то что мы будем делать компания же русская наш потребитель русская женщина были проведены там огромные исследования про вообще что нужно современные женщины да да на самом деле это удивительно как все банально и вообще причина почему женщины носят каблуки у нас сейчас если интересно я потом расскажу почему женщины носят каблуки ну давайте сейчас мы про макдональдс и про ситуацию на самом деле мы находимся сейчас вот мое мой анализ вообще ситуация да даже не какой-то глубокий такой экономический анализ все-таки я занимаюсь достаточно давно современным искусством и современное искусство очень тесно ну плюс еще история экономики политология философия все это все это есть моем багаже соответственно если вообще просто провести или некую ретроспективу кризисов которые были в двадцатом в двадцатом веке и в двадцать первом можно абсолютно успокоиться и понять что ничего страшного не происходит потому что все это уже было что все кризисы цикличны просто разрешение их в смысле кризис он нарастает нарастает потом происходит такой взрыв либо это крах на бирже крах всей системы финансовой мировой как было во времена великой депрессии в соединенных штатах 30-е года либо до кризиса разрешаются с помощью войн собственно да ничего нового нет можно чтобы себя хоть немного успокоить что же делать дальше открыть учебник политэкономии открыть учебник истории просто посмотреть проанализировать и посмотреть выработать для себя какой-то сценарий поведения что вы конкретно как предприниматель можете делать в этой всей истории но мой личный совет не надо бесконечно бесконечно с утра и до вечера смотреть различные ролики экономистов да прямо экономистов которые кто-то говорит что будет дефолт кто-то не будет дефолт доллары мы покупаем доллара мы не покупаем не тратите свое время выработайте для себя свою собственную позицию в качестве помощи для того чтобы вы ее выработали посмотрите историю историю философии история философской мысли из просто историю историю экономики посмотрите как себя вели компании другие как они выживали потому что да сейчас нужно будет выживать резать косты все перерождаться во что-то новое да да что-то понимать что кардинально все меняется и просто так как вы не задаете повестку этой игры на данный момент нужно просто убрать все ненужное все лишнее то что тебя прочистить отношения как говорят психологи вот идеальное время для того чтобы осознать кто же ты есть и что же ты вообще хочешь сделать еще раз посмотреть свою миссию не не только компании а личную свою миссию и да взять ответственность и принять решение а придет ли новый макдональдс будет ли он существовать на что на на рынке прям за месяц появится но давайте будем реалистами все-таки все-таки это большая компания которая работала по очень жестким корпоративным стандартам за счет этого она могла держать низкие цены обеспечивая высокий качество высокий уровень обслуживания высокое качество продукта и реально низкие цены при хорошем качестве продукта возможно ли сейчас что кто-то появится возможно появится но не через месяц и не на таком уровне да все таки я не знаю про уровень говорить сложно я сейчас вот просто с точки зрения повторения даже технологического процесса потому что компания большая у компании есть репутация компания могла закупать лучшие продукты по лучшим ценам конечно потому что высокая степень доверия к макдональдсу было это я сейчас говорю даже у поставщиков когда они закупали они получали лучшие условия потому что покупатель на я имею ввиду сейчас у поставщика если у него есть покупатель который берет регулярно и стабильно регулярно платит и да за это он получает конечно же лучшую цену да они сейчас очень расстроены такой ситуации поставщики конечно поставщики но для них тоже эта возможность переосмыслить свой продуктовый портфель и возможно начать делать что вкусную нормальную колбасу к примеру я вас услышала подскажите пожалуйста я знаю что у вас есть мастер-класс стартап как стендап расскажите о нем ну это наверное такой небольшой небольшой мастер-класс это не полноценный курс да в двадцатом году в двадцатом году моя жизнь это немножко причем здесь стендап вообще чтобы было понимание двадцатый год он поменял вообще полностью восприятие рынка но я не знаю как у других но лично у меня плюс у меня заболела очень сильно мама и такое произошло переосмысление я поняла что да здорово бизнес работает замечательно я уже там удовлетворила какие-то свои там базовые потребности что же я хочу вообще сделать я поняла что я всю жизнь в принципе я и занималась современным искусством я у меня есть хорошая коллекция работ современных художников я помогала подбирать друзьям коллекции личные и и подумала почему бы почему бы не сделать курс где учить художников продавать из двадцатого года я активно учу художников маркетингу для меня сейчас это основной основная моя работа да она не приносит тех доходов которые я могла бы получить в основном бизнесе но там есть параллельные какие-то в смысле не какие-то есть параллельные истории и поэтому я могу могу сейчас себе позволить делать то что я хочу это здорово это здорово это интересно и на самом деле когда ты видишь отдачу потому что искусство искусство реально меняет современность она художник как как некий провидец он выходит за рамки трансцендентного и он видит то что не видят другие то есть он не основывается на своем опыте то что обычный человек принимает решение основываясь на своем опыте великие ученые и художники они вдруг ниоткуда это все возникает они не руководствуются своим обычным опытом и этим они интересны да вот поэтому это все интересно но и собственно как раз таки возник момент что художнику нужно себя правильно презентовать и по сути художник это тот же самый стартапер он должен развить свой бренд должен правильно себя преподнести преподнести публики и должен правильно найти свою целевую аудиторию но и так как так как современный мир не любит после я достаточно я очень ценю иронию я считаю что нужно всегда относиться легче к любой ситуации всегда находить находить что-то смешное что-то смешное потому что это не даже не проще жить это просто позволяет тебе правильно настроить фокус восприятия когда я анализировала вообще как презентуют себя стартапы ну вот этот весь пичинг потому что я проходила специальный курс в пола альта это центр кремниевой долины там ребята организовывают курсы как правильно проводить пичинге своих проектов вот когда у тебя есть одна минута в лифте чтобы рассказать о себе заинтересовать и но на самом деле это все гораздо глубже ты же за минуту конечно ты можешь обаять человека но человек должен очень четко понимать услышать то что он хочет услышать и выяснилось абсолютно неожиданным образом что пичинг вот этот или лифтовая речь она очень сильно похожа на стендап что принцип точно такой же ты делаешь подводку делаешь панч и завершаешь все как в презентации своего проекта в пичинге в пичинге проекта на стартап каких-то инвестиционных сейчас по русски инвестиционные встречи здорово сейчас у вас в связи с сложившейся ситуации есть набор поток да да я сейчас это через паузу потому что как раз таки сейчас запускается абсолютно новый формат работы с художниками будет продолжаться то есть уже более сфокусирована работа с онлайн галереей и конечно же конечно же работа с новыми с новыми каналами продаж это нфт различные галереи потому что это абсолютно абсолютно другой мир абсолютно другие правила игры но которые опять же как это не удивительно они базируются все вот вот есть классический маркетинг базис на котором это все растет и строится и до новый курс который он подразумевает более такую более глубокую работу с художником то есть уже прям на уровне наставничества и прям конкретные уже работы из точки а в точку бы точку за ручку провели практически за ручку да именно так очень интересно последний вопрос задам что для вас бизнес бизнес это возможность возможность это первое бизнес это ответственность и бизнес это твой личный выбор вот если в трех словах если не дальше нет ни объяснять пусть каждый сам поймет спасибо большое тамар за то что ко мне пришла желаю тебе хорошего настроения мне очень нравится твой настрой такой достаточно позитивный я думаю что все кто посмотрит сегодняшнюю передачу для себя возьмут все самое лучшее ну а с вами мы увидимся в следующей передаче